всем вида экран телефона и надо отлично ребята для android смотрите нашел программу в чем проблема программ на android в том что большинство из этих редакторов они когда сохраняешь они пытаются наложить там водяной знак в принципе это не проблема кому-то там он особо никому не мешает там написано название программы как бы и ну есть у них еще какие-то ограничения по времени там например не больше пяти минут там сохранять нашел вот иншот называется смотрите что здесь давайте самого начала вот она первая страница видео например вы записали там через зум или там через внутреннюю программу кстати смотрите тогда уже сразу покажу например на некоторых телефонах сразу стоит уже вот вам видно в инструментах вот запись экрана программы если не стоит то принципе без проблем набираете там play market и и скачиваете любую там запись экрана которая делает программа нажимаете сюда и записывайте опять же на экране там например открыли свой кабинет то же самое что вы делали можно даже безумно взяли наговорили текст вы рассказали все это записали все сохранили в память телефона дальше если вам нужно именно уже обрезать видео отредактировать выбирайте например иншот так по записи на айфоне на ipad там есть тоже встроена я думаю все знают там шторку это отодвигаете и там есть запись экрана там главное смотрите часто забывают там по умолчанию отключен запись звука поэтому там надо нажать подержать по моему и ну на эту красную кнопку и там есть включить звук это важно чтобы два раза не 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 записывали у меня такие были случаи забывал их пришлось перезаписывать но это на айпэд на на айфоне на андроиде там уже принципе то же самое тоже в настройках заходите обязательно посмотрите чтобы записывала программа звук теперь смотрите когда вы записали или в зуме или там внутренним программой которая записывает заходите например в редактор нажимаете вот здесь например иншот показывает создать новый здесь вам показывает сразу откуда вы выбираете видео вот например запись вчерашнего зума нажимаете вот она появилась вот это в принципе это запись теперь смотрите я сейчас нажал на это видео внизу и здесь слева вы видите вам стрелочку видно курсор мыши наверно не видно видите обрезать есть такая кнопка берете нажимаете обрезать и вот вы видите появились две такие ну границы синие и два таких кружочков за них можно тянуть вот вот например я тяните и выбирайте конкретно ту часть видео которую вы хотите сохранить слева и справа дальше смотрите для того чтобы ну сохранилась именно эта часть ну вы например сохранили вы можете запустить сразу посмотреть нажать ну та часть записи которая вам нужна или нет то есть проверить нажимаете на галочку это вот она сохранилась эта часть вы можете сразу вверху нажать сохранить сохранится она у вас на телефоне и дальше вы уже заливаете на ю тубе или например хотите нажимаете музыка добавить эту музыку там из без проблем например текст можете добавить текст берете там размер там увеличить ну как бы размеры это я думаю всем понятно там цвет можно выбирать редактировать опять-то можете что-то еще дописать сегодня будут основы я думаю то что вам именно нужно основное без ну фильтры я думаю это тоже тоже будете сами играться там выбирать себе что хотите основа как обрезать и наложить там музыку текст вы например там можете какие-то тут еще топ стикеры некоторые любят там стикеры сейчас это модно почему нет можете там какие-то стрелочки какие-то анимированные не знаю будут они анимированные работать или нет но скорее всего будут дальше когда вы сохранили ну например вот нажимаете сохранить берете выбираете размер естественно для youtube желательно чем больше тем лучше они как бы раньше даже приветствовали те видео которые с большим разрешением потому что ну сейчас с вами понимаете больше экраны больше у телефонов планшетов компьютеров телевизора все стремятся к 4k качеству поэтому тоже старайтесь сохранять на youtube и заливать ролики как с более с большим разрешением ну естественно помните чем больше разрешения вы поставите тем дольше она будет сохраняться по времени так но я не буду уже не будем дожидаться не знаю сколько там минута ну как бы там может секунд ну в принципе вы должны понимать что какое-то время чем больше чем длиннее ролик тем больше времени с как бы она будет сохраняться давайте теперь еще рассмотрим какую-нибудь я скачивал там приложение приложение вот например тоже видеоредактор вам уже было смотрите в принципе то же самое мава вина забор называется то же самое ну тут вообще с подсказками все как бы весело и легко нажимаете тоже плюсик внизу выбираете видео так ждете когда подгрузится вот она видео внизу нажимаете начать редактировать здесь выбирайте очень интересно я вчера я с ним пробовала игралась да интересно изучать вообще такое прикольно смотрите здесь выбирайте если ну а но в принципе по умолчанию она выбирает именно тот размер который у вас видео изначально исходно если вы хотите например там вот видите тут для инстаграм можно выбрать отменить отменить например если вы не хотите и выбирайте тот именно ну для для ютуба вы выбираете естественно такое как бы расширенная давайте еще раз посмотрим какие варианты мы предложат нам ну в принципе она добавила просто вначале еще раз это это видео поэтому ну вот да вот ой вот о чем я говорил что видите этот водяной знак мавави в принципе никого он особо не раздражает если кто-то хочет это просто не предлагает купить этот редактор я там на ipad я купил там за 36 баксов на год я думаю это не проблема купить там ну в среднем это стоит где-то 10 баксов в месяц эти видеоредакторы ну то не хочет принципе никому не мешает этот водяной знак опять же и кто самый хитрый тот знает где взять и бесплатно эти программы скачать и поставить тоже варианты ну давайте тут смотреть что тут какие варианты тут есть у нас вот переставить то же самое стикеры логотипы фильтр дублировать текст все что мы принципе переходы можно делать озвучивание нажимаете вот там можно например переместить там местами их там но это если вы уже из нескольких частей будете делать эти ролики то я думаю ну принципе дальнейшем вам это может и пригодиться сейчас я думаю на это особо не стоит заморачиваться олег если можно логотип как поставить я вчера мне не получилось чтобы он был прозрачный какой именно вот этот мавави ну я не свой чтобы поставить на например на фото на видео а я сделала знаете как она фотографировала потом поставил там получилось цветной чтобы она не было цветным а так прозрачное то надо изначально тогда делать ну не фотографию а получается этот пнг файл прозрачный на прозрачном фоне это фотошопе ли ну программу какую-то которая делает именно сохраняет пнг файл не jpeg ну фотографии они в основном сохраняются в жп и и как бы если белый фон и на нем как бы слова они но она не видит эта программа прозрачный то есть изначально поизучайте да или фотошопе надо изначально сделать такой прозрачный фон и тогда она будет накладываться нормально иначе она будет перекрываться белое так спасибо пожалуйста на видео используется еще такая зеленая студия называется и там на если на зеленом как бы ну вы может видели когда снимает например там студии сзади зеленый фон и ну потом программе можно накладывать на этот фон как бы вместо зеленого там или синего любой там любой движущийся объект видео там картинку какую-то это есть некоторых редакторах но в большинстве профессиональных какие-то такое есть так что тут еще принципе рассказать из того что я вам там не рассказал если вопросы где-то скорость ну стикеры стикеры все то же самое короче везде одинаково давайте еще какую-то программу откроем иншот какую-то и вакат тоже принципе все то же самое нажимаете создать клип следующий выбираете который клип который вы вот здесь смотрите тоже она для того чтобы больше убрать лимит пять минут нужно покупать ее и убрать этот водяной знак поэтому если вам достаточно до пяти минут то без проблем то же самое берете выделяете нажимаете разделить внизу кнопка вот она разделена уже обрезан клип здесь не надо ну здесь тоже в принципе можно вариант или перетаскивать или разделять так перетаскивать с двух сторон берете зажимаете и тащите пальцами то что не нужно берете удаляете все я думаю на сегодня как бы для начала хватит то же самое сохранить тоже тут закрыто 1080p это нужно покупать на 720 ну для начала я думаю тоже нормально выберите себе просто друзья именно программу которая вам подходит и которой вам удобно и комфортно работать потому что ну вот есть программа которые может там чем-то как бы и хороши но вот вам они не нравятся вот вы не можете как бы можете вот тоже кстати видео перемещать размещать в разных то есть берите изучайте качайте в себе эти софт скилл скиллы будете разбираться все программы в основном построены по одной и той же схеме поэтому разобравшись в одной вам как бы ну и не так будет сложно изучить и вторую даже будет все проще и проще поэтому ничего не бойтесь пробуйте и там экспериментируйте с этим так так если какие то вопросы задавайте так марина у нас опаздывает так а у меня вопрос а если вот видео есть а как на нем сделать заштрихованы чтобы было ну данные некоторые но этого нету в тех приложениях что вы показали за штрихованы как какую-то информацию какую-то информацию я смотри ну как бы это наташа задала вопрос да да я наташа смотри давай просто включать опять же как бы софт скиллс берешь например что тебе нужно закрыть берешь какой-нибудь стикер весело задорно ты поняла ну это ж не то ну а конкретно что тебе надо закрыть ну конкретно просто вот мутная это мутная мутная сделать ну какую-то информацию наверное скрыть да на видео то есть там ну смотри ну например вот на компьютере я знаю как это сделать это элементарно берешь например там какую-то картинку хорошо на компьютере можно я даже с компьютера потом сделаю бери любое изображение которое как бы ну тебе там я не знаю какой-то там ну изначально возьми там на прозрачном фоне нарисуй какие-нибудь там ну залей просто черным цветом или как ты хочешь любую нет я вчера так сделала логотип убрала вот как и вставлять там такой же есть и убрать логотип и убирается и там остается типа как чуть-чуть замокненная такая полоска вот вариант можно сверху просто наложить даже на логотип не покупая там эту программу просто свой логотип сверху наложить бесплатно это все просто опять же включая мозг и как бы ну а чем тебе стикеры не это самое не нравится это прикольно вызывает эмоции можешь я не говорю что они не нравятся они просто ну не вести корректны это да можно какой-то нейтральный вот например такой взяла выбрала закрыла там какой-нибудь айди или там что ты хочешь данные какие-то естественно тут просто понимаешь это как бы ну творчество тут ничего такого один сделает так другой по другому и все будет прикольно видишь как прикольно смотрится со стикерами в любом редакторе здесь то же самое в принципе получается на компьютере тебе изначально нужна картинка на которой ну с прозрачным фоном на которой или просто картинка на всю на весь размер закрасил каким-то каким-то цветом или не знаю там мутным цветом как говоришь и накладывая ее просто вот как этот стикер берешь так ее просто накладываешь конкретную часть экрана и перекрываешь ту информацию которая как бы ты хочешь перекрыть все оставляешь здесь в принципе ответил я на вопрос ну в принципе да так ребята еще есть какие-то вопросы поэтому вопросов у нее так тогда 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 сейчас делаю обратно с организатором все извините а можно вопрос не по теме на секунду да конечно можно а Максим писал то что будет там распределение по командам какие-то определенное время зумы а как понять кто в какой чей на когда зумы ну будем будем решать это в принципе у вас же у всех команда есть лидеры есть вы изначально с ними как бы решайте разбивайтесь и кому как кому как удобно и будете распределяться по уже там не знаю по дням по времени у кого-то там часовой поезд там другой кого кто-то не может я думаю разберемся там в принципе пишите свои пожелания в чате кто когда хочет по времени и будем расставлять вас в порядке живой очереди так ребята что сегодня будем делать будем записывать видео друзья понравилось вчера дайте обратную связь как вы живы здоровы ты живы здоровы отлично ну все то да я что не самая разговорчивая да ну естественно видишь тебя проштырило больше всех получается так ну еще и люди появляются ребята давайте по вчерашнему смотрите смотрели свое видео какие эмоции какие вообще чувства вызвали просмотры своего видео потому что вначале это очень такой буря эмоций вызывает я помню и как бы надо это проговорить проработать ментально это все как бы чтобы было все стало по полочкам не осталось никакого неатива никаких вопросов не закрытых кто-то смотрел вчерашнее свое видео да я смотрел я смотрела я смотрела но я так не хотела его смотреть ну да это и есть такое да и слышать волос не хочется свой мне не нравится ни голос свой вообще в записи не вот много вот этих вот как бы пробелов да там вот эти вот как слова паразиты то есть конечно если бы подготовлены мы были заранее ну там хотя бы какие-то наброски может на листке структура бы какая-то вот была перед нами может быть конечно получилось выступить получше а у нас получается полная импровизация и еще и да круто Ирина ну ты поняла я тебе сейчас расскажу когда мы начинали с первыми нашими спикерами ребятам дали подготовиться ну конкретно там несколько дней и ты знаешь у некоторых даже как бы сел голос они так перенервничали переволновались и как бы ну не всегда на самом деле я же ну как бы я не делаю это там злонамеренно ставя вас некомфортные такие ситуации на самом деле как бы ну вы все понимаете что часто подготовка это она просто психологически нас ну как бы давит и именно ну это не всегда хорошо часто неподготовленные люди они выступают и делают много лучше чем тот человек который долго готовился долго там мы же с учетом уже просто проделанной работы мы изначально как бы уже делаем по-другому ну получаем обратную связь и делаем уже так как более эффективно поэтому есть пословица как раз новичкам везет потому что они не заморочены они не как бы ну у них нету страхов они все ко всему готовы но мне это наоборот отшивала желание после вчерашнего но по крайней мере ну нет я кстати не это не то чтобы там вообще заднюю даю имеется ввиду в следующий раз как-то ну не знаю нужно быть вообще приходить видно на зумы и хотя бы чтоб у тебя в голове уже какое-то было вот а тут получается просто мысли мысли в разброс ты все классно выдала с мыслями разброс там вот именно что разброс никакой структуры что лезло в голову то и не несла вот так что это такое ну это кстати вообще классно но не очень потом после этого в голове а такое ощущение не очень приятное было почему-то до конца дня это нормально да но тем не менее все равно спасибо за такой опыт как бы этот наоборот дальше хочется идти уже ну то есть не останавливаться и к какому-то результату все равно прийти пожалуйста да если бы этого не было у тебя бы мысли были еще хуже после выступления если бы тебе дать возможность подготовиться ты бы как бы ну еще больше пунктов твой внутренний критик бы он бы как бы начал тебя с каким-то своим идеалом сравнивать и ты как бы он тебе рассказывал что ты там обложилась там потому что я сегодня даже пыталась просто текст писать я его три раза переписала мне не понравился да да есть такое поэтому ребята именно в большинстве ну того что новых каких-то дел новых каких-то свершений выход любой из зоны комфорта лучше все-таки так бери и прыгай ну как бы и поймешь что там никакой пропасти нет и все легко и комфортно будет лучше как бы облажаться ну не зная того всего знаете бывает там чего-то начнешь новую тему изучать книги читаешь какие-то отзывы какие-то там 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 людей которые на самом деле даже не пробовали но они свои страхи описали и ты начинаешь как бы это тормозить еще больше начинать я попробовал ну и ничего страшного в этом нет а то что там внутренний критик будет рассказывать постоянно там что-то не так это хорошо это наоборот даже плюс это говорит о том что вы развиваетесь внутреннему критику не комфортно да что вы выходите из зоны комфорта и это значит наоборот плюс так ребята давайте что мы сегодня будем делать давайте расскажу вам такую важную тему как контент план ну из своего опыта из опыта моих друзей из опыта тех ребят которых ну знакомых и вообще которые начинали свой youtube канал свои соц сети я расскажу вам почему из тех людей даже те которые здесь находятся ну скорее всего большинство не будет в дальнейшем развивать свой канал и там ну и вообще не перестанут как бы этим заниматься будем будем сегодня расскажу вам такую самую страшную стайну любого ютубера любого блогера начинающего ну и самая такая наверное такая заковыка которая не дает ну просто людей выбрасывает из этой сферы и не дает им развиваться и просто люди уходят и объясняют себе там тысячу причин находят почему это не их смотрите друзья любой любая там соц сеть ну например возьмем тот же youtube он любит когда постоянно регулярно выкладывается контент любой там и вконтакте ну в общем все любят чтобы постоянно и плюс самое важное что люди которые приходят к вам на первые там ваши видео на первые там посты ваши в соц сетях они любят чтобы ну это как человек пришел он заинтересовался если он заинтересовался значит ему понравился ваш по сути сериал относитесь к своему творчеству относитесь к контенту как созданию своего сериала в принципе вы снимаете фильм о самом себе по сути о тех принципах о том опыте ну о тех вообще внутренних своих качествах в любом случае вы их транслируете в любом случае вы играете какую-то роль точнее даже не играете вы проживаете люди это все видят со стороны как какой-то интересный или неинтересный сериал если сериал там начался даже он может быть интересным но потом перестаете вы как бы снимать писать там статьи или что-то так ну создавать контент люди идут смотреть другие сериалы вы сами понимаете то же самое вы делаете посмотрели интересный сериал понравился ждете следующую серию если долго нет серии ну вы ищите святое место пусто не бывает вы заполняете пробел другими другим контентом плюс 10 минут осталось если что закончится потом перезапустим смотрите для того чтобы создавать постоянно контент у вас должен быть контент план это суть это очень важно сегодня будем о нем именно разговаривать что снимать как снимать потому что в основном у новичков основная проблема что да он сидит думает там как-то там вдохновение должно к нему прийти мало того что он должен настроиться внутренне потому что трудно выйти из зоны комфорта и начать снимать ему еще что снимать это очень важно поэтому ребята самое важное будет задание на завтра вы должны составить для себя контент план смотрите основа любого контента развлекательный контент и познавательный плюс это все как бы не может быть разделено строго все это естественно там сколько-то процентов познавательного сколько-то процентов развлекательного в любом видео, в любом контенте и самые популярные естественно это смесь того и другого если вы умеете рассказывать серьезные вещи весело, задорно И так, что людям хочется смотреть еще следующие ваши видео или ролики какие-то, то это будет вообще супер. Поэтому первое, вы должны понять, что вы должны на завтра, например, расписать себе 4 или там, ну давайте сделаем 7 на неделю. У вас должен быть всегда минимум на неделю контент-план. Так, чтобы вы не вставали утром и не думали, на какую тему сегодня снять ролик. Я не знаю, и так целый день вы будете заниматься прокрастинацией, это модное слово, будем использовать, ну трахать себе мозги, так просто по-русски. И просто вы будете себе там чувство вины испытывать и можете до вечера ничего не снять и ложиться там спать с плохим настроением и ненавидя себя, испытывая чувство вины. Чтобы этого не было, вы сегодня просто сразу после зума возьмите и сядьте, напишите себе 7 тем, видео, о которых вы, ну какие-то видеоролики, темы, о которых вы бы хотели рассказать в данном, ну в своих видео в течение 7 дней. И самое важное, поставьте себя на место своего, ну своей целевой аудитории и подумайте, о чем бы им было интересно посмотреть и послушать. Если вы это сделаете плюс, ну так сказать, с точки зрения сериальности, например, вы сегодня рассказываете там, ну смотрите, вы все смотрите сериалы, вы все знаете эти фишки, что используется в сериалах. Они обязательно там в течение видео рассказывают, у них, например, несколько линий сюжетных, например, вы можете рассказывать о проекте Форсаж и упомянуть, что у вас есть там товарищ, который не верит в проект Форсаж, ему как бы он не изучил всю информацию, но он считает, что это там скам, что это обман, что тут нарисованы все какие-то там картинки и цифры. И вы можете параллельно, рассказывая о проекте, рассказывать в данных своих видео еще ввести еще одного персонажа, за которым интересно будет следить. То есть вы, например, плюс смотрите, какую фишку можно использовать. Вы можете в видео рассказать какую-то, начать историю какую-то, а следующую историю, ну точнее окончание этой истории вы скажите, что анонсируете, в следующем видео я расскажу. Например, у меня там сегодня кот залез на скейт, и что дальше произошло, я как бы очень ужаснулся, что произошло, ну о том, что было, я расскажу в следующем видео. Или там я не ожидал, что получится у меня, когда я сел первый раз там на, я не знаю, тоже на скейт, например, тоже стал, или на велосипед и решил съехать с горы, или там прыгнуть с дерева, или с тарзанки, или там на парашюте. Ну, вы понимаете, вы как бы, я просто рассказываю им структуру, вы уже должны как бы понимать на дальнейшее, что чем больше у вас сюжетных линий в вашем видео, если вы просто рассказываете о проекте, и людям не, как бы, это, у них нету дополнительного повода прийти, подписаться на вас и прийти посмотреть следующие ваши видео. Я думаю, эту тему вы поняли, как бы, если какие-то вопросы есть, задайте, ребята, чтобы сразу я ответил. Данное понятно, сериальность и несколько сюжетных линий, вы можете не только рассказывать о проекте, или о каком-то там, а можете вводить еще дополнительных персонажей, или какие-то линейные, ну, линии сюжетные. А, это понятно. Это в течение недели, например, про форсаж, например, сколько видео, и, ну, как это совмещать, в смысле? Ну, вот смотрите, смотрите, ребята, например, я вам сейчас рассказываю, можете записывать, можете там, как бы, отмечать себе, ну, например, первые 7 видео, ну, ваш первый контент-план должен состоять из первых, например, 7 видео. На, там, каждый день снять, там, небольшие видео, можете начинать, там, с нескольких минут видео, там, ну, в общем, сколько получится, не надо себя насиловать, столько вы делаете по времени и по продолжительности. Первое видео можете снять, например, как бы, что за проект, когда он, там, например, запустился, сколько людей у него зашло, сколько заработали, как бы, все. Все. Дальше. Вы понимаете, в следующем видео есть какие-то возражения, которые нужно закрывать. Вы можете рассказать чуть ли не в каждом видео несколько основных возражений, там, что это скам, вы рассказываете, что это, на самом деле, проект на смарт-контракте. Вот вам уже два, две темы. Третья, там, тема. Ребята, давайте тоже подключайтесь и будем сейчас генерировать коллективным бессознательным. На какую третью тему можно снять видео о проекте «Порсаж» или, там, о каком-то? Можно уделить выплатам время. Вот, вот, это очень важно. Это крутое, классное, классное будет видео, которое закроет очень классные такие возражения и просто, ну, это, конечно, такая киллер-фича данного проекта, чтобы вообще... Опять же, смотрите, ну, как бы, можно следующее видео снять уже, это уже будет четвертое, о том, что такое вообще смарт-контракт и что... Ну, опять же, вы, когда будете рассказывать, например, о смарт-контракте, старайтесь закрывать более конкретные и рассказывать преимущества. Например, не просто рассказывать, смарт-контракт, это, ну, это такая программное обеспечение, которое один раз загрузили, его невозможно изменить, на него никто не влияет, и оно выполняет определенные функции, написанные и загруженные изначально программистами. Все. Но это же многие не поймут. Вот. И смотрите, ребята, теперь еще очень важная вещь. Первые там несколько секунд видео до 15 секунд, максимум до 30, вы должны рассказать, зацепить человека. А основное, что цепляет человека, это та проблема, которая решит ваше видео. Например, если вы расскажете, если вы начнете рассказывать просто о смарт-контракте технично, там расскажете все нюансы, его, скорее всего, будет меньше смотреть, если вы скажете, а вы знаете, друзья, есть проект, в котором нет ни админов, на который никто не влияет, который может работать вечно, в котором невозможно никого не обмануть, и который контролирует просто, ну, как бы, без участия человеческого фактора. И дальше вы просто рассказываете, понимаете, это уже, как бы, зацепит людей больше. Так, друзья, смотрите, меньше минуты пишут, я сейчас перезапущу Zoom и продолжим. Мы уже 4 темы для видео сделали. Так, ссылку кину тоже в чат, там, по YouTube. Все, друзья.